Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Улицы вода не затоплены. В Ширакской области произошло землетрясение. Бакоса-Океан посетил строительную площадку, возводимого в городе Степанакер спортивно-культурного комплекса. Сирийское государственное телевидение сообщает о ракетном обстреле Дамаска. В Лиджее объявлен комендантский час. Порт-Оссар был включен в постоянный список культурного наследия ЮНЕСКО. Сборная Западной Армении по футболу готовится к предстоящим матчам. Проливные дожди, которые длились несколько дней в Киликии, привели к наводнениям. В частности, вода не затоплены улицы. Наводнения создали большие трудности для водителей. Водой затоплены дома, магазины, а также центральный автовокзал в Адане. Гражданам настоятельно рекомендуется быть очень бдительными. Землетрясение силой в 3-4 балла произошло в ночь на 26 декабря в Ширакской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики. Отмечается, что в 0 часов 9 минут 26 декабря сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой в 2,7 в 10 километрах к юго-востоку от села Ашоцк в Ширакской области. Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла. Землетрясение ощущалось в селах Бавра и Ашоцк. Там сила толчков составила 3 балла. 25 декабря президент Республики Арцах Бакоса Акян посетил строительную площадку возводимого в квартале Айкован города Степанакерта спортивно-культурного комплекса и ознакомился с ходом проводимых там работ. Об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента Республики Арцах. Последние месяцы в Арцахе полным ходом ведутся строительные работы, завершение которых увеличит привлекательность и туристический потенциал страны. Система ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля на западные окрестности Дамаска. Об этом вечером во вторник, 25 декабря, сообщило агентство САНа. Отмечается, что большинство ракет были сбиты. Сирийское ПВО отразило атаку и сбило большую часть ракет, выпущенных самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство, заявил агентству сирийский военный источник. В результате инцидента пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов. При этом источник не называл конкретных населенных пунктов, подвергшихся атаке. По данным сирийских СМИ, атака началась в 22 часа вторника и продолжалась более полутора часа. Отметим, в армии Израиля сообщили, что военные задействовали систему противоракетной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии. По данным телеканала Аль-Хадат, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и складам шиитской милиции, хезболах и корпуса стражей Исламской революции, которые сражаются на стороне сирийской армии. Как минимум три объекта были уничтожены в пригородах столицы Эль-Кисва и Димас, утверждает телеканал. Комендантский час был объявлен в семи деревнях региона Лиджея и Тигранакерта. В заявлении, опубликованном властями Тигранакерта, говорится, что комендантский час объявляется в деревнях Берлик, Шенлих, Миян-Кому, Капараш-Кому, Шакан, Аяз и Ак-Чапенар. По данным Центра защиты прав человека, с 16 августа по 1 октября 2018 года комендантский час был объявлен как минимум 332 раза. Комендантский час в Тигранакерте был 197-м в этом году. Как сообщает Евроньюз, на 42-м сфоруме всемирного наследия ЮНЕСКО в Манаме, Бахрейн, решили включить Порт-Оссар в постоянный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Напомним, что Порт-Оссар считается самой древней ритуальной структурой в мире. Он был исследован с 1995 года немецкими археологами. Считается, что только 5% территории было исследовано до сих пор. Сборная Западной Армении по футболу готовится к предстоящим матчам. Скоро станет известно, что имена всех игроков, которые примут участие в тренировочном сборе в Марселе, Франция состоится 3 января. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Ванадзек-Норс. Карин Ванадзек-Норс Карин Ванадзек-Норс Полное версие видео представлено на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!